В Голландии очень любят серых лаек, которые похожи на волков. Ну вот вульф очень похож. А вообще история вот о этих пятерых собаках, раз-два, ну да, вот все как раз в сборе. Они попали к нам маленькими щенками, вот это все пятеро, маленькими совсем. И вот как поселились они в одном вольере, так они все друг за другом вместе держатся как своим кланом или своей семьей. И когда вот построили, у нас Андрей сделал эту комнату, как бы утепленную, чтобы еще как бы разделить животных, чтобы им было покомфортней. И вот они все пятеро заселились в эту комнату и никого не пускают. Они были, эти собаки были очень трусливые, видно, напуганы были очень сильно, видно им или обижали их, ну малышей закинули, в мешке были. Получилось, я пришла на дежурство, было темно, дети, хорошо, что дети школьники пришли помочь, мальчики. И говорят, Татьяна Александровна, гляньте, под деревом щенки. Я бы ее не увидела под деревом, ну это ж снег, уже темно, в мешке. Как посмотрели, три щенка, а в другом дворе еще два. Вот они, вот все пятеро. Были очень трусливые, но вот Вульф, нет, не боялся, такой самый смелый был. А сейчас тоже его взяли в семью, маленьким щенком, потом принесли обратно, сказали, да, вот он гадит в квартире. Ну а как он же ребенок маленький, его надо было приучать. Вот мы и забрали обратно. Вот сейчас он у нас. Здесь очень хорошая собака, ласковая. Ну, злых у нас вообще собак нет здесь. Вот у нас сколько, 45 собак сейчас было, было под 60. Вот мы 12 уже пристроили. А вообще за 5 лет мы пристроили уже 62 собаки. В общем, жизнь спасли мы, получается, почти 120 собакам. Мы, конечно, пристраиваем их везде, стараемся, и по России. Вот по России интересно, просто нам еще самим людям над собой должны поработать. Потому что легко, берут собаку домой. А потом через полгода, через год звонят и говорят, мы брали у вас в приюте. Вот, например, с пломбиром такая история некрасивая была. Почти год был. Пилот, все они фотографии высылали, как они его любят, чем они его кормят. А потом взялась какая-то аллергия и привезли вечером. В первый же день мы сказали, дайте нам хоть время, мы ему подготовим вольер или что-нибудь. Нет, в один день привезли, бросили, как будто он у них и не жил. Оказалось, что мальчик просто вырос, ему уже неинтересно было собакой гулять, родители не хотят брать никакую ответственность. Он просто выгнали. Я этого не понимаю, ну мы вообще все здесь такого не понимаем. Поэтому мы боимся отдавать, например, если даже по России далеко свою собаку, потому что не зная именно этих людей. Мы познакомились с обществом защиты животных и благотворительным фондом, которые оформляют животных в семьи в Европу, в страны в Европу. Очень серьезные страны, где сильные законы, где люди исполняют эти законы, жесткие законы именно по защите животных. И только в те страны, где нет эвтаназии. Мы точно не в какую страну не отправим, если даже знаем, что в редких случаях бывает эвтаназия. Если, например, хозяин отказался по какой-то причине и попросил, и ветеринар это по закону может сделать. В эти страны мы не отправляем. Поэтому мы их отправляем только в Голландию, Францию. Вот сейчас отправляем в Англию. Надеемся, что все-таки отправим. И пока так. И все. Дальше мы изучаем. Сказали, что можно в Италию, только в определенные районы. Но мы этот вопрос пока не рассматриваем. Желающих много. Вот на одну собаку, которая здесь, говорили, никому не нужна, никому не пристроим. Пять семей. И там тоже фонд, может, вы можете в интернете посмотреть, называется Лайка Хом. Ну, дом для лайк. Там целое сообщество, товарищество. И там каждую семью проверяют. Выбирать кастинг семье, которой достойно взять нашу собаку. На которой здесь, говорят, они беспородные, никому не нужны. Нет. Людям они нужны. Поэтому нам надо пример брать. И, может быть, этот опыт Голландии перенимать. Да хотя бы на примере нашего маленького поселка. Вот взять и всех удивить. Доказать. Показать. Мы пусть единственные будем в Якутии, чтобы потом с нами брали пример. Ну, вот сейчас удачки стараются. Девочки молодцы. Открывают приют. Мы с ними переписываемся, общаемся. Помогаем друг другу в мир нам. Я надеюсь, что у нас получится. Чем нас больше. И тогда, может, и не придется за границу отправлять, в Европу отправлять. Мы станем ничем не хуже тех граждан. Ну, вот все. Тогда спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok